Субтитры делал DimaTorzok Ну как с самолётом Простенько, но вот с чего начать, что прикрепить, где что взять Погнали Так, опять же у нас тулы И вот открываем цилиндр Вытягиваем, всё вот так вот устанавливаем Edit и Make Polymesh Выравниваем Shift левая кнопка мыши, как и в прошлый раз Flur включаем, X включаем, смотрим симметрию Очень это надо Вот так вот переворачиваем всё это дело Вот так И вот будем работать вот с этими частями, с этими боковухами Так, опять же Shift левая кнопка мыши, правая можно Так, саптулы Так, делаем всему этому DimaMesh И теперь сайзом делаем вот так вот по Y Уплотняем Вот до такого вот аж Так, следом саптулы и делаем всему этому дубликат Делаем дубликат И будем работать теперь с дубликатом Заходим в геометрии и вот теперь что нужно сделать Вот так вот перевернуть И прибавить в размере Вот так вот Теперь с помощью MOV всё это дело немножко опустим Смотрим что да как, вот уже намётки Так, следом опять же делаем первому саптулу дубликат Делаем дубликат Переводим его вниз Нажимая вот сюда И теперь будем работать вот с помощью MOV Так, X отключим Перетянем Откроем Gizmo И вот так всё это дело можно вот сюда Вот так Перетянуть Вот таким образом Теперь заходим в геометрии И делаем потолще всё это дело Вот так Так, ещё немножко отводим Вот до такого Можно тут работать опять же вытягиванием Там разными способами Ну пока это дело опустим Так Вот таким вот образом Всё это подтягиваем Смотрим чтобы кромка вот этой центральной была не задета Всё нормально Следом Так Делаем вычитание Переключаемся на второй саптул Делаем всему этому merge, merge down Окей И Ctrl Снимаем маску Вот так всё это вышелось Нехорошо Значит Делаем опять же дубликат верхней модели Саптула Делаем дубликат Опять же всему этому делу Перетягиваем Опять же X отключаем С помощью Gizmo Всё это дело перетягиваем Вот так вот Устанавливаем опять же на это место Желательно попасть Вот так И вот теперь ошибка в чём Надо смотреть сбоку Жмём Геометрии И вот так вот Прибавляем побольше в размере Вот таким образом Ну в принципе пойдёт Так Теперь всё это дело можно ещё Ctrl Оттянуть Вот сюда вот так вот Вот таким вот образом Снимаем маску Ctrl Левая кнопка мыши Саптулы Ставим всё это дело на вычитание Переводим это дело под Вычитаемый именно саптул Переключаемся на саптул Который будет вычитаться И вот теперь делаем Merchdown Опять Merchdown ОК И Ctrl Левая кнопка мыши Снимаем выделение Вот такая штука получилась Теперь заходим в геометри Modify Topology И Mirror And Well Вот такая штука Теперь нам понадобится Именно В Append Куб Находим Куб Переключаемся на него С помощью гизма Перетаскиваем В геометрии По сайзу Всё это дело Уменьшаем Вот до таких размеров Даже можно побольше Чуть-чуть Так Смотрим Опять же Боковуху Опускаем И чуть-чуть Его Вот так Расширяем Так Это мы Подставляем Вот сюда С помощью гизма Можно всё это ещё Сплюснуть Немного Много тут не надо Так Всё это сделано Теперь делаем Ctrl Поднимаем Переводим Вот сюда И теперь С помощью гизма Опять же Увеличиваем И ставим Где-то Вот так И опускаем Чуть-чуть Пониже Ну вот До таких Размеров Где-то Вот до сюда Вот до кромки Именно центрального Круга Так Следом Это опять же Ctrl Перетаскиваем Дублируем Вот так Тянем Именно за стрелку Стрелка вбок Стрелка вниз Так Ну в принципе Всё нормально Пойдёт Снимаем маску Делаем Всему этому В геометре Дайна Мэш Можно даже Полиш Делаем Дайна Мэш И теперь Саптулы Опять же Это всё дело Мердждаун По прошлом Видео Всё Ссылки Оставлю И снимаем Маску Вот Произошёл Казус То ли я Не поставил На вычитание Делаем Ctrl Z Ctrl Z Всё это дело Поправим Косяки Это бывает Это нормально Зато Повторение Мать учения Вот так вот Ставим Теперь Сразу Геометрии Сразу Дайна Мэш Теперь Сайз Уменьшаем Вытягиваем Вытягиваем Всё это дело Побольше Можно И вот так Подставляем И опять же С помощью Гизма Всё это дело Вот доводим Вот до такого Решения Опять же Подводим Поближе К центральному Кругу Ctrl Оттягиваем Подставляем Опять же За квадратик Вытягиваем Вот так вот Делая это Опять же Подставляем Опять Опускаем Опять же До круга Желательно Именно Попасть И вот здесь Уже Вот так Чуть-чуть Побольше И опять же Корректируем Всё это дело Теперь же Ctrl Не вижу Курсор Вот так Всё это дело Отводим Вниз Устанавливаем И теперь Вот надо Не забыть Именно На вычитание Вот здесь Ставим На вычитание И вот Теперь Опять же На первый На второй Сабтул Опять же Merchdown ОК И Ctrl Снимаем Выделение Всё Вычелось Всё Зашибись Так Теперь Опять же Декометри Модифита Позже Mirror And Valve И вот Уже Заготовка Часов Есть Следом Нужно Чтобы хорошо Вычелось Первую Висоту Вот этот Круг Мы с ним Сейчас Поработаем Делаем Ctrl D Добавим Дивайдер Чтобы Лучше Всё это Дело У нас Вычиталось Дубликат Опять же На дубликат Переключаемся Поднимаем Вверх Вот так Вот Переходим В геометри Теперь Опять же Size Переворачиваем Вот так Уменьшаем В размере Вот до таких Вот Стукент Ставим Прозрачность Смотрим Что Да как Тут Есть Опускаем Ниже Не бойтесь Всё нормально Так Так Теперь Переходим В Саптулы Жмём Именно Вычитание Переключаемся На первый Саптул Merge Down И опять же Снимаем Ctrl Так Что-то У меня Сегодня Не хочет Вычитаться Почему Сделаем Ещё раз Dynamesh Ну Можно поработать Немножко Полиш Немножко Вот так Уже Симпатичней Так Ну вот Злитесь Не злитесь А вот С этой Частью Я буду Уже Работать Опять же Скульпты С альфа Шестой Вот именно С этой Частью С нижней Заготовкой Почему Опять же Повторяюсь Это мне Там удобнее Можно Здесь Воспользоваться Кистями Полиш Вот Вот это Полиш И Планер Вот Две Вот эти Клавиши Можно Ими Работать Вот так Вы ставите Опять же Настройки Тут И вот Вы можете Вот здесь Ими Работать Настройки Идут Edit Так Чтобы не забыть Brush И вот Устанавливаете Глубину На которую Вы будете Именно Работать Потом Альф Левая кнопка Мыши Вы приближаете И вот Можно Работать Вот так Вот сглаживанием Если Не работает В данном Случай Как у меня Вы Заходите Опять же В Brush Находите Simple И Отключаете Вот это Simple Projection И вот Теперь Вы можете Ей работать Вот Теперь Она будет Нормально У вас Округлять Ставите Интенсивность Побольше И вот Так Все это Дело Словом Тут Должно Работать Вот Вы видите Что Работает Она Вот В таком Духе CTRL Z CTRL Z А вот Теперь Давайте Посмотрим Как работает Все В Sculptis Опять же По прошлом Видео Нажимаю ГОС Считывает Она Именно Саптулы Открывает Sculptis Альфа Шестую И отправляет Ее Именно Вот Сюда Здесь Вы Shift Правая Кнопка Мыши Выравниваете Все Вот Она Ваша Заготовочка Отправлена Здесь Вы Ее Можете Выгладить Понизить Ее Здесь Полигоны Вот Это Вот Здесь Нажимаете А Повысить Это Вот Тут Опять же Повторюсь Детализация Больше Меньше Вот Такая Штука Ставим Симметрию И Все Теперь Что Мы Можем Сделать Можем Все Это Дело Выгладить Просто Но Это Неинтересно Можем Теперь Нажать Control И Вот Так Это Все Дело Замаскировать Вот Эти Части Все Control Z Вот Эти Части Мы Все Маскируем Вот Так Не Бойтесь Можно Их Побольше Маскировать Это Не Беда Нам Оно Очень Пригодится Именно Сейчас Вот Это Маскирование Так Все Это Дело Еще Побольше Так Все Части Сделаны И Вот Эту Часть Тоже Можно Замаскировать Вот Таким Вот Образом Так Если Кто-то Уже Работал Скульпцией Пожалуйста Напишите Мне Под Видео Свои Впечатления Об Этой Программе Мне Будет Очень Интересно Насколько Она Ходовая И Насколько Кому Она Понравилась Если Конечно Вас Это Не Затруднит Так Вот Так Еще Поставить Вот Так Все Выравниваем И Жмем Ctrl И Вот У нас Получились Вот Эти Штуки Теперь Ставим Граб Вытягивания Вот Так Чуть Чуть Это Дело Можно Опять Ж Здесь Подмаскировать Вот Так Вот Чтобы Перебора Не Было Вот Так Вот Особенно Нижние Части Вот Эту Кромку Надо Именно Подмаскировать Потому Что Я Сейчас Хочу Именно Вытянуть Определенные Детали Вот Так Вот Ну И Здесь Вот Вот В таком Духе Так Все Это Установлено Замаскировано Смотрим Со Всех Ракурсов Чтобы Потом Не Переделывать Лучше Потратить Время Ну И Следом Грабом Ставим Побольше Кисть И Попробуем Все Это Дело Вот Так Немножко Вытянуть И Увести Вот Так И Немножко Уводим Вот В таком Духе Когда Это Все Сделано Теперь Мы Контрол Снимаем Маску Левая Кнопка Мыши И Ставим Вот Это Флаттен Переходим Поближе На Ракурс Вот Так Боком Чуть Ставим Ставим Кисть Побольше И И Вот Я Хочу Все Это Дело Немножко Округлить Вот Так Вот Немножко Мне Надо Это Все Дело Сделать Глаже Оп После Оп Вот Эту Часть Я Хочу Тоже Закруглить С одной стороны Уменьшить Кисть можно, и вот так всё это дело здесь подработать. Вот так вот поглаживать сделать. Вот таким вот образом. Ну и можно даже здесь вот чуть-чуть это всё сгладить и выгладить шифтом. Вот так всё это будет немножко гладко. Всё это опять же выглаживаем, делаем симпатичный вид. Выглаживаем вот эти части, которые мы сплюснули. Так, это всё сделано. Ну и повторим. В принципе, можно это уже зеркалкой сделать в зеркалку. в зеркалку. Вот. Сейчас тут ещё немножко это дело повторим. Вот так. И немножко здесь выгладим. Вот таким вот образом. Ну и эту часть тоже. Чуть-чуть. Вот так. И подходим аж к низу. чтобы вот этого угла не было. Вот так вот. Опять же приближаем. И опять же можно вот эту часть, кромку немножко сгладить. Вот так. И опять же шифтом и левой кнопкой мыши всё это выглаживаем. Делаем всё это гладко. Вот так вот. Ну и опять же всё это дело выглаживаем. так. Заготовка более-менее нормальная. Смотрим, чтобы не было косяков кривизны всякой. Вот так вот всё это дело подравниваем. Теперь всё опять гос нажимаем и отправляем всё это в зебраш. Сейчас она всё это дело заменит. Вот вы видите заменила. Ну и чтобы всё нормально было сделаем опять же Mirror N12 Геометрии Modify Topology Mirror N12 Всё вроде симметрично всё классно. Вот такие получается вот такая заготовка получается часов. Так. Следом вот эту верхнюю часть немножко опустим ниже. Вот так. вот уже ещё симпатичнее стали. Ну и теперь вопрос такой. Где взять именно циферблат? Циферблат можно найти в интернете. Стрелки можно найти в интернете. Давайте посмотрим, как всё это ищется. вводим циферблат. Ждём, смотрим картинки. вот вот если вы ввели циферблат, у вас выскакивают вот разные, вот такие уже со стрелками можно брать. ну вот со стрелками будет уже прикольно. Давайте возьмём вот это вот этот вот циферблат и сейчас я объясню, как это всё работает. жмём сохранить как сохраняем как JPEG так. Немножко тупит интернет, пардон, не от меня зависит. и теперь я вам сейчас покажу именно где найти стрелки, да? Ваш вариант это как бы вы хотели. Вот кстати, вот этот циферблат будет получше, давайте его используем, наверное, вот это будет поприкольнее. Тут более навороченный, но раз объясняем по-быстренькому, то вот это сойдёт. И вот это здесь вы можете выбирать без стрелок циферблат, стрелки потом выбирать. Вы видите, что здесь очень много разных заготовок, циферблатов, как с ними работать. Опять же, видео я уже выкладывал, это фотошопом можно сделать или в другой какой-то программе по фотографиям, которые делают инвертацию и так далее. А вот если сейчас мы введём стрелки часов, и вот они вам разные стрелки. Их можно самим сделать, нарисовать, маскированием, а потом выдавить, а потом обрезать, и у вас получается уже своя стрелка. Но если вы не хотите заморачиваться, то вот они вам разные, готовые. Вот используйте, они уже, кстати, готовы для работы в The Brush. Ими уже можно работать. Возвращаемся в The Brush, подгружаем какую-нибудь альфу, и сейчас мы всё это дело посмотрим. Вот эту альфу, которую скачали циферблата, сейчас мы сюда и поставим. Находим, где она сохранилась, рабочий стол, находим циферблат, устанавливаем, и опять же всё по прошлому видео альфа to mesh. Вот такой прикольный циферблат получается. Вот оно. Но он получается у нас именно вдавленный. И нужно поработать вот это всё дело, инвертировать в Photoshop. Давайте я вам покажу как это делается сразу. Уже разбирать так разбирать. И вот у нас Photoshop по прошлым видео, опять же повторение это идёт. Так. Открываем картинку. И сейчас мы немножко ей дадим переделку. Что-то не хочет. Ну, сейчас мы найдём её. Так. Вот эту картинку. Открываем. Вот она появляется. Сегодня у меня всё медленно работает. Если что, смотрите на ускорение. Заходим в изображение. Жмём коррекция. И жмём инвертация. Вот уже подготовлен наш шаблон. Файл. И теперь экспорт. Сохранить как. JPEG. Сохраняем как JPEG. И на рабочий стол. Уже такой есть у нас файл. И он просит нас спрашивает заменить его. И мы говорим нет. Вдруг нам пригодится два таких файла, чтобы потом его не искать, не скачивать по новой. Всё. Это мы дело сделали. Заходим в ZBrush. Здесь делаем Ctrl Z. Ctrl Z. Не работает. Ну ладно. Тогда подгружаем заново альфу. Уже после фотошопа открыть. Теперь заходим в альфу и жмём To Mesh. И вот у нас уже выдавленное. Всё. Заходим теперь в геометрии Size и находим по какой оси всё это дело вытянуто. Ctrl Z. Это ось Z. Вот она вытягивает, вот уменьшает. Вот так мы всё это уменьшаем. Теперь Ctrl левая кнопка мыши всё это дело маскируем. ставим Ctrl W другую полигруппу. Смотрим что да как. Ctrl Shift отделяем. Получается вот такое что-то. Теперь Modify Apology делаем Del Hidden. Скрываем то, что не нужно нам. Ну и попробуем всё это дело подставить теперь на циферблат. Делаем все мы это Make Poly Mesh. Находим наши часы. Вот они. Ну и теперь уже по-простому Subtool Append и находим вот эту нашу заготовку. Подгружаем. Переключаемся на неё. Вот она появилась. Поднимаем её к верху и вот так вот уложим. ровненько ровненько выравниваем и укладываем её именно в наши часы. Следом заходим в геометри и сайзом делаем чуть-чуть побольше. О, кстати, прикольная штука. я сейчас скриншот сниму. Выложу потом вам посмотреть. Вот так вот. И вот так это всё аккуратненько смотрим чтобы всё стало на свои места. Немного чтобы не было кривизны регулируем полностью нахождение вот этого циферблата внутри. вот так вот всё получается. Вот такой простой циферблат. Но он немножко недоделан и нужно ему сделать деформацию немножко колиш. Вот теперь он сглажен и в принципе нормально выглядит. можно сделать ему inflaten вот так и опять же или релакс и полис еще можно сделать несколько раз. Вот так. инфлатен плохо работает. вот теперь все это дело так control z control z немножко все это дело теперь мы объединяем так первый sub tool вот этот объединяем так вот этот первый sub tool опускаем вниз и можно его объединить merge down именно с циферблатом окей смотрим что тут с полигруппами вот такая штука получается можно оставить полигруппы но можно сделать также control w так control w одну полигруппу теперь делаем всему этому делу дубликат переключаемся на первый sub tool отключаем третий sub tool и попробуем сделать dynamesh polish и dynamesh и вот после dynamesh получается именно вот такой циферблат если polish отключить вот так он выглядит вот так он выглядит сбоку и давайте эксперимент проведем в чем еще а что еще можно сделать опять же append опять же цилиндр опять переключаемся на цилиндр в геометре опять же dynamesh и переключаемся на size у меня время уже ролика поджимает это все дело уменьшаем и теперь все это дело вот так вот вытягиваем еще немножко уменьшаем и немножко опять же вытягиваем вот так вот следом моф все это дело перекручиваем ровненько устанавливаем и с помощью моф вот это гизму перетаскиваем именно вот сюда устанавливаем где будет крепиться ремешок отключаем гизму смотрим как да что вот такая штука и теперь всему этому попробуем так mirror так не работает по другой оси mirror вот все установилось по оси Z распроставили на эту сторону вот получается прикольная штука флор можно отключить и добавить сюда еще колесико кстати не забываем про колесико но уже извините ролика времени нету полностью рассказать как его сделать полностью правильно или приближенно к этому делу переключаемся на именно на цилиндр и вот так все это дело опять же геометри дайна мэш опять же сайс опять же уменьшаем его вот так и немножко уплотняем потом это все дело гаммов перекручиваем и устанавливаем вот на эту сторону вот сюда вот так вот так это все подставляем еще немножко уменьшаем вот так и немножко по другой оси делаем потолще и немножко отводим вот сюда вот так так вот тут тоже подгоняем вот таким вот образом ну и теперь делаем опять же модифика сапожи миру инвэл вот такие часы а если вам интересно как сделать уже браслет то уже напишите будем рассматривать так все всем пока до свидания единственное что вот еще пардонте нужно вот разбираться с этим я вот давно часы не видел наручные уже забыл где должна находиться именно вот это вот 12 часов именно вот так по моему они должны быть но это уже подправить не проблема вот такая штука все всем пока до свидания лайк дизлайк